Услышать истории военных лет из первых уст – особая честь и привилегия, которая пока еще нам доступна. Поэтому каждый год сотрудники галереи цветов делают букеты для участников и ветеранов Великой Отечественной, для тружеников тыла. Часть отвозят в ветеранские организации, отдельные букеты вручают лично. Для них это еще один повод прийти в гости и услышать воспоминания тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Каждый год мы поздравляем наших ветеранов с Днем Победы. Мы выражаем им свою благодарность за мирное небо над головой. Желаем им здоровья, также мы их помним, любим, ценим, уважаем. Низкий им поклон. Спасибо. В канун Дня Победы со словами поздравлений и благодарности ко всем участникам и ветеранам войны на своем округе приходит и депутат Андрей Клич. С грустью отмечает, с каждым годом адресов в списке все меньше. Все меньше в живых остается свидетелей той войны. И тем ценнее и важнее каждый из них. Это, конечно, для меня очень трогательно. И, к сожалению, сегодня уже не получилось прийти к двум участникам Великой Отечественной войны, к которым в прошлом году я попал. И это, на самом деле, даже для меня огромная честь, что я сумел пообщаться с такими великими людьми, которые отстаивали нашу независимую страну. На пиджаке Николая Николаевича Власова едва-едва хватает места для всех орденов и медалей. Уйдя молодым юношей на фронт, он прошел почти через всю войну, был не единожды ранен и комиссован в 44-м. Николай Николаевич вспоминает, как участвовал в боях и выполнял особое сложное задание. Так однажды ему необходимо было доставить важнейшие документы на Сталинградский тракторный завод, который в годы войны был одним из первых переоборудованных под производство танков. Приходилось добираться мимо немцев и при этом оставаться незамеченным. В одном месте нельзя было идти. И вниз спустился, и двое суток был под землею. Ждал, на второй день открыл, слышу тихо. И ночью я тут выпылась, и с этими документами пошел на Сталинградский тракторный завод. Алексею Никифоровичу Кипкало было 14, когда в его края пришла война. Он жил в Полтавской области, и на его глазах самолеты бомбили проходящие мимо поезда. Часто во время бомбежек было страшно, но никто не сомневался в победе. Эта вера и помогала выстоять. Помню то ужасное время, Алексей Никифорович всю жизнь посвятил обеспечению безопасности нашей страны, став одним из тех, кто ковал наш ядерный щит. Он принимал участие в ядерных испытаниях, в том числе и в первом подводном ядерном взрыве на Новой Земле 21 сентября 1955 года. Мы на берегу, километр 12, смотрели утром. Все, конечно, думали, что сейчас это нас положит. Ну, а там небольшая все-таки. Страшненько, конечно, но красиво очень. Зинаида Михайловна Курбакова встретила войну еще со всем ребенком. Ей было всего 12. 15 месяцев юная Зина провела в оккупированной немцами деревне Александровке, что в Орловской области. Со слезами Зинаида Михайловна рассказывает, как немцы, пытаясь сломить волю русского народа, на глазах всей деревни расстреливали и пытали особо непокорных. Воздушные бои с утра и до ночи, танковое сражение, бомбежки. Зинаида Михайловна говорит, что порой было страшно так, что хотелось умереть. Ну, настолько страшно. Мы вот сидели и думали, ну, хотя бы попала побыстрее бомба и убила уже просто нервы, не хватало, чтобы вот все это пережить. Стоны раненых, мертвые тела. Говорить об этом больно, но еще страшнее забыть. Поэтому Зинаида Васильевна со всеми делится своими воспоминаниями и добавляет, даже в самые тяжелые моменты никто не терял веры в победу. И когда она долгожданная пришла, счастью и радости не было предела. Вышли в белых платках, с фартуками новыми, все пошли под ручку к школе, и у школы там митинг был. Все плясали, танцевали, плакали, обнимались. Ой, там, что было, вот эти эмоции никогда больше не повторились. Субтитры сделал DimaTorzok.